Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынковых компаний Техмил и семья Артур Хидиатурин. Одним из предполагаемых сценариев при акции ФРС на рост неопределенности, связанной с коронавирусом, было экстренное сокращение ставки на 50 бантистных пунктов, что, собственно, и произошло. Вчера очевидно, что американский центральный банк попытался создать позитивный шок в ожиданиях, сыграв на опережение, но сопроводительное заявление и комментарии главы ФРС Павлова на пресс-конференции ликвидировали эффект сюрприза. Фондовые индексы США отреагировали падением, закрыв сессию в минусе почти на 3%. И в заявлениях, и в комментариях была использована известная фраза «принять надлежащие меры», на английском это «act as appropriate». Исторически за этой фразой закрепилась, будем говорить, дурная молва, как о сигнале фактической капитуляции ФРС перед рынком, сигналом к панике, к беспомощности. В прошлые разы после этой фразы, в 2008 году для ФРС и в 2015 году для ЕЦБ, после этой фразы следовали дальнейшее снижение производительных ставок и программа количественного смягчения. Как результат, ненасытный рынок сейчас формирует ожидание почти еще двух сокращений ставки по 25 базовых пунктов. На этом графике, который вы видите, представлены производные данные фьючерсного рынка на казначейские облигации. И как раз таки этот произвольный показатель, подразумеваемое число, количество снижений ставок на мартовском заседании. Этот производный показатель показывает, что ставка должна снизиться еще на 42 базовых пунктов. Вчера произошел сначала рост данного показателя до минус 0,15%, тем произошло его снижение, что говорит о том, что после экстренного сокращения ставки ФРС, рынок вновь начал ожидать, что ставка ФРС будет снижаться дальше, и что на мартовском заседании, возможно, последует еще одно сокращение ставки. Смелый и агрессивный маневр ФРС изменило ожидание относительно мартовского заседания ЕЦБ в сторону сокращения ставки на 10 базовых пунктов. Такой же производный показатель сейчас нам показывает, что ставка ЕЦБ будет, вероятно, на мартовском заседании, которая до 12 марта будет снизена на 10 базовых пунктов, здесь отмечено кружочком. То есть на рынке сейчас формируются вот такие ожидания, что последует такой вот ответ также от ЕЦБ в сторону смягчения. И если ЕЦБ продолжит настаивать все-таки на фискальном ответе, то есть на увеличении государственных расходов, а не на смягчение кредитной политики, об этом недавно намекал вице-президент ЕЦБ Дэй Гуиндос. В ответ на экономический вызов, в ответ на вызов вспышки коронавируса, это однозначно вызовет сильное укрепление евро по отношению к доллару, если все-таки ЕЦБ воздержится от сокращения ставки, так как по сути сейчас рынки закладывают скоординированный ответ центральных банков, и если как бы ФРС сделал первый шаг, то ЕЦБ должен пойти за ним, все остальные крупные центральные банки должны последовать, к примеру, ФРС, и также смягчать кредитную политику. По коронавирусу ситуация следующая. Пока что мейнстрим медиа нас продолжает пугать чудовищем слепленных из фактов, из слухов про вспышку коронавируса, про информацию, которая относится к вспышке коронавируса. Я бы хотел обратить ваше внимание на отчет Всемирной Организации Здравоохранения. Это очень важный отчет с, наверное, первой более-менее надежной статистикой, что важно. Речь пойдет о сведениях, которые получили эксперты организации, которые, наконец, упустили в Ухань, упустили в Китай, чтобы они могли собрать сведения. И, собственно, эксперты ознакомились с подробной статистикой заразившихся, с подробной статистикой по жертвам, по клиническому опыту и так далее. И все это основывалось на довольно-таки репрезентативной выборке, около 60 тысяч случаев, что позволяет нам сейчас сделать более-менее надежные выводы про то, как менялась динамика распространения вируса в ответ на меры карантина, каковы были самые частые симптомы, каково было распределение жертв и заразившихся в зависимости от возраста, пола и так далее. Вчера ВОЗ выложили соответствующий отчет, они провели пресс-конференцию, что я приведу в основные моменты. Если рассматривать кластер заразившихся, то есть несколько человек, которые знают друг друга, между которыми есть какие-то экономические, социальные связи, которые находятся в близком контакте между другом, в примерно 80 случаях механизмом передачи был воздушно-капельный путь при близком контакте, то есть все другие пути трансмиссии, например, через мелкие частицы, например, через, так говорить, простым словом, летающий в воздухе вирус, это были редкие случаи. В основном для передачи вируса от человека к человеку требуется близкий контакт и воздушно-капельный путь, чтобы еще говорить о том, что маски действительно являются защитой, что это не слух, потому что маски неэффективны, что действительно маски, да, они могут защитить от коронавируса, могут превратить заражение. В 5% случаев при лечении требуется искусственная вентиляция легких, в 15% случаев необходимо вдыхание высококонцентрированного кислорода в течение нескольких дней. При легком протекании болезни среднее время долгое здравление составляет 2 недели, при протекании болезни тяжело, либо при критических случаях срок удовольствия занимает в среднем 3-6 недель. У большинства заразившихся симптомов возникает в течение нескольких дней, бессимптомные случаи остаются редкие, поэтому если мы видим сообщение о том, что, такие страшные угрожающие сообщения о том, что вирус передается бессимптомно, есть асимптоматические случаи, то нужно иметь в виду, что это случай относительно редкий. Самые распространенные симптомы. В 88% случаев это лихорадка, в 68% случаев это сухой кашель, истощение наблюдалось в 38% случаев, выделение мокрота также в 33% случаев, затрудненное дыхание в 18%, головные боли, боль в горле, мышечная боль, все по 14% случаев наблюдалось. И что важно, текущий нос, насморк с обильным выделением, будем так говорить, он не является симптомом коронавируса, можно сразу отвергнуть, если такой симптом наблюдается, что это возбудителем не является коронавирус в этом случае. Смертность на основе выборки из 44 672 человек составила 3,4%. И что важно, смертность сильно зависит от возраста такого сопутствующих заболеваний и иммунного ответа, если данные были актуальны, на 17 февраля. В 20% случаев пациент нуждается в амбулаторном лечении, то есть занимает медицинскую койку в течение нескольких недель, поэтому, собственно, мы наблюдаем среди правительств ответ, такой жесткий ответ на вспышку, потому что если эти меры не принимать, то это будет сильная нагрузка на систему здравоохранения, на больницы, на медицинские учреждения. Собственно, именно не высокая смертность, а именно то, что заболевшие нуждаются в амбулаторном лечении, 20% из них нуждаются в амбулаторном лечении, именно поэтому мы наблюдаем такой ответ от правительства. На ваших экранах вы видите также таблицу, которая на моем взгляд является самой наиболее важной, наиболее ценной информацией. Это относительная доля заразившихся и жертв в зависимости от возраста. Видно, что, например, по той выборке, которую получили ВОЗ, которая имелась в их распоряжении, здесь у нас, во-первых, видно распределение числа, доли популяции, которая приходится на каждый возраст, на каждый интервал возраста. Среди них можно видеть, что наибольший процент заразившихся наблюдалось среди людей возрастом 50-59 лет. Вот здесь, как видно, основное у нас скопление случаев, то есть в возрасте от 30 до 70 лет наблюдалась большая часть заразившихся, но при этом можно видеть, что смертность среди, будем так говорить, молодых когорт до 60 лет, можно видеть, что смертность достаточно низкая, только вот при возрасте, превышающем 50 лет, можно видеть, что здесь начинается, естественно, ощутимый рост смертности, который превышает смертность от того же самого гриппа. В то же время для молодых людей, вот по статистике, которая собрала семена организация взрывания в Китае, можно видеть, что смертность составляет на ниже 1%, она даже ниже 0,5%. Это говорит о том, что у подавляющего большинства людей до 50 лет протекание болезни легкая и смертность достаточно низкая. Поэтому сейчас, еще раз подчеркну, ответ правительства, который мы видим, который мы наблюдаем, это именно ответ, чтобы защитить, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, на больниц, так как понятно, что система здравоохранения, она рассчитана на ограниченное количество, одновременное количество больных, которые могут попасть в больницы, которые могут получать лечение. И на основе этой выборки можно сделать вывод, что смертность вируса не такая высокая, как нам это описывают медиа. И это нужно принимать во внимание, потому что эти данные мы получили на основе существенной выборки, на основе выборки из практически 60 тысяч случаев. И это нам подсказывает также о том, что даже в случае, если правительство не смогут принять жесткие меры карантина, то все-таки угроза от вспышки коронавируса, особенно для регионов, для стран с молодым населением, она все-таки не такая большая, не такая выражающая, как это сейчас представляет медиа. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся на пятницу.